Здравствуйте! Сегодня мы еще раз расскажем, как правильно сеять томаты. На примере гибрида черри, замечательного индетерминатного гибрида черри, сладенького, устойчивого ко множеству болезней и вообще очень хорошего. Для посева нам нужны небольшие лоточки, где-то в сантиметрах 5 глубиной. Мы их наполняем, как правило, торфом или любой почвосмесью, которая уже заправлена удобрениями и имеет нейтральную pH-среду. Это важно, потому что закисленные торфа и грунты очень часто угнетают растение. Даже если вы получили хорошие всходы, вдруг они останавливаются, перестают расти. И вот причина этого именно закисленность. Вот такой небольшой палочкой делаем небольшие рядочки, где-то на расстоянии 1-1,5 сантиметра друг от друга. И глубиной тоже где-то 1 сантиметр, потому что нашему семечку надо еще будет пробиться, и поэтому глубоко не надо все это делать. Хорошенечко проливаем. Это нужно для того, чтобы семечко набухло, и у него хватило сил потом пробить почву на покров. И вообще запускаются все психологические процессы, которые способствуют тому, что мы получим семя. Мы сеем обычно сухими семенами, то есть не обрабатываем. Но если у вас есть какой-то опыт, уже проверенный, какие-то приемы, например, замачивание марганцовки, можно обработка горячей водой, причем не кипятком, а где-то градусом 60, тоже можно это сделать. Вы семенам не повредите, это даже будет некоторый стресс для них. И вот, например, той же марганцовкой можно снять поверхностное заражение. Но если вы работаете и покупаете семена от крупных компаний, как правило, все это уже произведено, обеззараживание и так далее, на момент, когда компании готовят семена к фасовке. Вот так вот выглядят семена черри, они, как правило, помельче, чем у крупных томатов. Дальше спокойненько берем и очень легко сеем. На расстоянии тоже где-то примерно один сантиметр друг от трубочки. Даже если будет немножко близко, ничего страшного, потому что потом мы будем кипировать. Вот мы посеяли, берем влажненькую грудь и аккуратненько присыпаем, вот так вот выравнивая. Можно немножечко, совсем немножечко прижать. И, как правило, мы это закрываем пленочкой. Закрываем пленочкой и ставим все в свое место. Температура должна быть не меньше 20 градусов, а лучше там даже градусов ближе к 30. Это позволит быстро включить все механизмы для роста и мы получим сходы уже, наверное, от 3 до 5 дня. И через 10 дней у вас уже будет вот такой лес. Если у вас будет хорошее освещение и правильная температура. Что способствует удлинению рассады и становлению ее бледненькой? Это именно освещенность. То есть недостаток света способствует тому, что растение начинает его искать и вытягивать. Вытягивается подсемидольное колено. И вот если у нас здесь где-то сантиметра 3 от почвы до подсемидольного колена, то при недостатке освещенности у вас будет вот такой высоты. То есть сантиметров 12 подсемидольное колено и только вот здесь вот будут семидольки. То есть это все будет очень хрупкое, неудобное для работы. Поэтому, если вы хотите выращивать томаты, не экономьте и купите что-то, что будет досвечивать ее. Потому что просто на окне хорошую рассаду, но, к сожалению, в нашем регионе мы вырастить не можем. Так.